Сейчас мы едем по северной части Тенриф. Как видите, здесь более зеленая, потому что здесь вся влажность, потому что горы не пропускают влажность на южную часть. Там очень редко бывает дождь. Так что вся влага здесь, по этих зарослях. Ну, я бы не сказал, что это тропический климат. Это более такой, как... Ну, некоторые есть растения тропические. Ну, такой как бы украинский климат, я думаю. Пальм здесь нет. Едем дальше. Вот северное побережье. Я уже показывал. Сейчас покажу вам эту дорожку. Дорожка как будто из-за... Из фильмов ужасов. Испанцы тут гоняют, как сумасшедшие, на своих микромашинках. Эта дорожка ведет вниз туда. А там будет пляж. То есть не пляж, а натуральные бассейны. Уже оттуда вернемся. Ну, какой видосик. Я не знаю, видно, не видно. О, дорожки. Дорожки, дорожки, дорожки. Я знаю, кто-то сейчас смотрит и думает. Да, Антон! Эх ты! Водила! Да! Водила! Я опасаюсь таких вещей. Вон, видно уже все побережье. Как-то в ладони. Мы вообще оттуда поднялись. Это километр, наверное, высота. Не знаю, как они вообще прорезали эти дороги. Вон туда мы идем. Все. Вот такой маленький город. Называется Сан-Педро. Здесь много магазинчиков, ресторанчиков. Церковушки. Вот такой маленький, испанский городок. Мы топаем к натуральным бассейнам. Оттуда уже придем. Такие они, натуральные бассейны. Но, к сожалению, они сегодня закрыты. Потому что океан сильный. Волны бушуют. Но я взял плавки. Я для вас пошел. В том можно покупаться. Я не знаю, что они. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Ну что, место красивое. Здесь можно вообще сто процентов купаться. Но никто не купается. Из-за живого у меня тут. Они вон заходят через труб. Ну прикольное место. Вот с той горы мы спускались. Поэтому с серпантином. Я уже заметил тут ресторанчик. Перекушу. И поедем дальше. Жаль. Ну, я бы сказал, водичка она не такая уж приветливая. Я в южной части плавал. И там был полнейший дубак. Так что я представляю, какая здесь. О, красотища. Так, вон люди, по-моему, плавали. Пойдем проверим там. Да что, это мы приехали и не будем плавать, а? Ну и что, что нас в Африку отнесет? Пошли. Здесь и скупнемся, наверное. Бычки плавают. Краб дохлый. Просто идеальное место. Еще гладко, нормально. Скупнемся. Сойдем попробуем водичку. Прохладно, конечно. Прохладно, конечно. Красотища. Как здесь люди вообще плавают. Водичка чистая. Как здесь они поплавают. Водички. Не знаю, что-то мальчик ищет, гоняшки наверно. С маской нырять здесь. Ну все, я поплаваю и все, бай-бай. Так, это был второй раз, когда я искупался в Тенарифе. Здесь, как видите, много таких ванн, даже с бычками. Может, бычки вас отмассажируют, старую кожу съедят. Но на этой вулканических камнях я уже кучу кожи сам оставил. Люди уже мой пример почуяли. Говорят, если он залез, искупнулся, то, может, нас не арестуют. И полезли. Вот еще одна ванная. А вон Атлантика бушует, островок какой-то. Ну, в общем-то, все. С этим местом, я думаю, мы завершили. Здесь как бы уже нечего показывать даже. Может, так, к Атлантике чуть-чуть подойти, чтоб обрызгало. Кстати, волны эти небольшие. На южной стороне, когда я летал, я видел, там такие громадины подходили, что вообще ужас. Ну, все, я пошел. Вот еще одно уникальное место, это Плая де Мартинес, искусственный пляж. Здесь все предусмотрено. Лежаки, раздеваловки, ресторанчики, бары. Все есть. Гуляй, не хочу. Куча натуральных бассейнов со свежей мазкой водой. И Атлантика, неподалеко от Лоро Парка, кстати. Вот такая красота. Добро пожаловать в бонус-контент, как говорится. Фух. Под просьбом мы поехали в самую-самую северную часть. В самую, ну просто краешек этого острова. И здесь, как всегда, мой любимый Хайкин. Идем по дремучему, ужасному дремучему лесу. где все покрыто мохом. Потому что здесь все время влажность. Страшные-страшные деревья. Ужас какой-то. Но, как бы, эта тропинка взял куда-то лучше. И откуда-то лучше я уже к вам вернусь. Вот это кое-то чуть-чуть чего красивенького. Конечно, добираться сюда не очень весело. Тропа мокрая. Вон то, это кусочек Санта-Круза. Это капитальный, ну главный город, короче, Тонарифа. Там сам порт и все остальное чепуха. Это уже является южной частью. А здесь вот северная часть. горы, дорога, серпантин этот. Ну, какие-то фермы уже здесь живут. Посмотрим, куда еще эта тропа мокрая. Вот и жемчужинка. Здесь видосик. Какие каньоны. Да, природа надела. Камера, конечно, не передаст, но здесь очень красиво. и алое. Все. Домой. Редактор субтитров А.P. Корректор А.Кулакова